В Беларуси продолжается общественное обсуждение проекта обновленной конституции. Больше 300 предложений и замечаний уже обрабатывают в Национальном центре правовой информации. Именно его сотрудники отвечают за обратную связь после запланированного референдума. На нем беларусы, сообща, примут окончательное решение. С 1 января для работников бюджетной сферы в два раза увеличится единовременная выплата на оздоровление с половины до целого оклада. На реализацию такого двойного повышения будет направлено порядка 120 миллионов рублей. Белорусский экспорт в 2021 вырос на 35%. Республика имеет преимущество из-за доступных цен на энергоносители, в том числе на природный газ и нефть. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, не закрываясь в период локдауна, страна смогла удовлетворить спрос на продукцию на европейском и других рынках. В Бавруйске продавец обнаружил в кассе подозрительную банкноту номиналом 20 рублей. Оказалось, она напечатана на принтере. Вскоре оперативники задержали 18-летнюю лицеистку и 21-летнего неработающего парня. Поддельные купюры они дали знакомым ради шутки, предупредив, что деньги не настоящие. Однако приятели все же решили пустить их в оборот. Безработных бавруйчан приглашают на общественные работы. Мужчин грузчиками, женщин для приемки яиц. Оплата по пятницам 20 рублей в день. При себе иметь паспорт, страховое свидетельство, флюорографию. За направлением обращаться по адресу Гоголя-7, кабинет номер 6.